Друзья, мы приехали в Затоку. Вообще Затока это поселок городского типа, такой очень длинный растянутый поселок, который расположился между Дмистровским лиманом и Черным морем. Да, он на косе и дальше идет очень большая песчаная коса. Когда поедем посмотрим, покажем вам все. Тридцать пять километров от Черноморска, там где мы остановились, где мы снимаем квартиру, мы решили приехать посмотреть на этот поселок. Мы были всего лишь один раз и толком ничего не увидели в прошлый раз. Теперь мы решили проехать дальше. Восполнить свои знания о Затоке, посмотреть что тут есть. Смотрите, мы вышли сейчас на пляж, это пляж на Черном море. Вообще Затока интересна тем, что она находится на косе и здесь вода с обоих сторон. С той стороны Днестровский лиман, а это вот Черное море. Мы сейчас пойдем посмотрим, начнем с центра, посмотрим кафешки, посмотрим какие магазинчики, базарчики, что тут в центре есть, а потом спустимся к морю и немножко пройдемся по побережью. Пойдем. Шашлык, пицца, кафе, Гюмри называется кафе, шаурма, всякое такое. Ну, работает, да? Вот по этой улочке, ведущей к морю, еще не все работает, а здесь уже, я смотрю, более активно продается все. Фастфуды всякие, гудфуд, шаурма, пепси. Здравствуйте. Так, кафе Смак, в который мы зайдем. Смак Маркет с лесней террасой. А это у нас что? Это какой-то бургерс. Ну да, сквозные кафешки, то есть покушать есть где. Супермаркет, 24 часа, еще таврем, да. По этой дороге дальше едут на Сергеевку, на Косу, еще дальше, дальше. На Днестровске, да, Белгород-Днестровске, наверное, по этой трассе, да? Да, только потом она уходит вправо. Большой базарчик. Много строительных работ ведет. Готовятся к сезону скорее всего. Да, видимо, они были закрыты, а теперь они снова открываются, потому что сезон начался. Можно, смотрите, шляпки, можно купить купальники, все что можно, футболочки. Цены здесь довольно-таки небольшие, даже дешевле, чем в Киеве. Вот мы некоторые вещи купили в Черноморске, это было дешевле, чем в Киеве мы такие же покупали. То есть хорошо, если вы что-то не купили, можно здесь все приобрести, здесь все есть. В Черноморске у нас требовали маску, в Кавриево не пускали в магазин. А здесь вообще никто об этом не парится абсолютно. Кафе «Смак». Это практически all-inclusive, да? Столовое самообслуживание. Берешь в подносы и набираешь еду. Бери. Четефтели 32 гривны, порция, там 2 штучки. Толстого ветровка 27 гривен, 100 грамм. Токлета 30 гривен, 1 штучка. Альбина крина 100 грамм, 36 гривен. мы сегодня в затоке зашли в кафе с мак и это первое попавшееся кафе которая у дороги в принципе и вот купили мы себе ануса расскажу что это 177 гривен то получилось это все стоит 177 гривен картофель стоит 25 гривен плюс сосиска 15 значит сметана отдельно 6 гривен блинчики с творогом 35 хлеб 1 3 и чай фруктовый 10 гривен и 1 штучка то есть все вместе это я в одну порцию рассказала где-то 80 гривен с чем-то гривен точно так же цены почти такие же как таврии да как термонос как в сказке воротина это картина и друзья чему мы удивлены так это тому что нету переде совершенно нету переодевалок совершенно я не знаю как тут люди переодеваются где это вообще конечно я такого пляжа мы решили покупаться но не можем переодеться нам придется как-то прятаться в полотенцах по старому методу это туалет туалет реализатор на тату они это совсем другое я не уверен что вы работали рабочие нами пока еще ничего не работает ну то есть туалет там в море прям ресторан парус тоже подготовку коллеги серьезно работают с оператором такой серьезный микрофон получается мы вам показываем как идет подготовка к сезону к пляжному на первой линии у пляжа мы ближе к воде подойдем посмотрим какой здесь бережок пока я мы идем по песку а ближе к воде там немножко камешки я вижу сегодня года сегодня 11 июня людей немного сегодня рабочий день среда ну это и к тому что местные может быть сегодня не вышли на пляже а приезжих и так уже много до отдыхающих можно посмотреть прошлый раз мы были в сентябре в начале сентября здесь было вообще ступить негде то есть было людей очень много по сравнению с этим это вообще вообще нет людей хорошо интересно здесь глубокий вход или там люди купаются уже по пояс 5 метров не ну чё это не так как например коблево там вообще можно два километра идти на пляже спокойно нормально вода можно купаться даже не холодно ты посмотри какой заход хороший здесь нет ни ко мне ничего ну немножко теленовата но в принципе чистая вода чище чем вчера в черноморске мы были обалденно ну поэтому эти пляжи популярны у туристов с детьми потому что здесь хороший вход в воду наши туристы тоже там где-то отдыхают уже тупаются и пляжи очень длинные можно бродить вдоль пляжа долго-долго в ту сторону если мы сейчас пойдем мы попадем как раз на место где днестр впадает в черное море пойдем дно обалденное ровненько и гладенько и кусочек до вода как мыло какое-то знаешь что я тоже хочу мне кажется скользко это приятно мелко не очень мелко вот смотри вот можно даже нырять то есть не мельче чем черноморские да? да может чуть-чуть нам говорили мельче где есть значит не точно так же а мельче это в ту сторону помесь просто говорили а горячая сназанная сочная кукуруза холодная пиво рыбок неветки кольца кальмаров Паклава медовая, трубочки с куличенкой. А кем паклава? Представьте. А трубочки? Дороже, да? Дороже. Да, на десятку дороже. В Черноморске все по 25, да, здесь 30-35. Хороший? Да. Мы пришли в какое-то загадочное место. На краю моря. Здесь впадает Днестр в Черное море. Вон там, за этим зданием дальше. А пока мы шли, мы обнаружили такое покинутое здание. Мы даже не знаем, что здесь было раньше. Похоже, санаторий, наверное, был. Возможно, санаторий, да. И здесь такие совершенно уединенные пляжи. Никого нету, только вот одна собачка бедная бегает. Да, здесь можно даже галюком загорать, мне кажется, никто не будет. Совершенно, потому что, посмотрите, в ту сторону метров 200 только до ближайших людей, и то одиноких, загорающих. А так вообще совершенно никого нету. Правда, вот эти вот каменные глыбы, ну, то есть плиты, они как-то даже дополняют пейзаж, делают его экзотичнее. Ага. За ними можно прятаться, если что. Здесь надо ходить очень аккуратно, очень и очень аккуратно. Из земли торчат вот такие вот металлические штыри. Я даже боюсь подумать, что там в воде. Может, поэтому здесь никто и не купается. Друзья, мы попали здесь в полный тупик. Дальше дороги нет. А лиман соединяется с морем еще дальше, вон после того здания, рядом с которым находятся краны. А вот это разваленный санаторий, да? А, нет, это есть санаторий. А он работает сейчас что? Да, да. Я не понимаю, в каком страшном виде вот это вот работает? Там живут люди. А там детские живут. Там дети. Кошмар. А как называется? Там вот это не папа. Это просто санаторий. В затраке он один-то. Я вам знаю. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, до свидания. До свидания. Люди, я вам покажу сейчас действующий санаторий. Я просто в шоке. Вот это вот здание, которое меня испугало. Это детский санаторий. Либо девушки что-то путают. Я не знаю. Детей, наверное, здесь держат в палатах и никуда не выпускают. Бедные дети. На море точно их не пускают, я тебе скажу. Так, до фонтана. Я бы не хотела своего ребенка в такой санаторий ожидать. Не знаю, может это хорошо? Слушай, ну здесь как бы время застыло, знаешь? Есть такие места. Мозаика советская. И даже громкоговоритель, который рассказывает что-то. На зарядку. Мама казала. Простуемо завтра с ранку. Классно. Оказывается, даже есть проходная. Спасибо. Спасибо. Смотрите, это мост через Днестровский лиман, который впадает здесь в Черное море. То есть, река Днестр впадает в этом месте, в Черное море. При входе на мост написано, что останавливаться нельзя и фото-видеосъемка запрещена. Штраф. Друзья, смотрите, вот это лиман. Это, в принципе, река Днестр. Здесь, рядом с морем, она как бы превращается в такое большое озеро. И между лиманом и морем и находится затока. В той стороне Черноморс, в той стороне Одесса, там город Авидиополь прямо, а в той стороне Шабо. Здесь у нас вон вагончики, видите, зеленые. Они подешевле, да? Да, они подешевле. Ту, что лет горячая вода на улице, в кафеле, кухни готовить, мангалы, естественно. И так будет намного дешевле. Комната очень чиста. Ну, будет примерно, будем говорить сейчас, 120-130 гривен человека. А, хорошо, хорошо. А в июле, в августе это дороже будет, да? Конечно, да. Насколько? Видите, так сложно, да? 150-70. Вот такой коттедж мы сдаем в сезон 100 долларов. Это три комнаты, раз, два, три. Своя кухня, только ваша. Володим. Уйдемте, займите. Ага. Тут, что лет, вот видите, вот он. Это, получается, на комната, вторая, третья. То есть, приехало две семьи. Ага. И здесь живут. Ну, две семьи, то мы открываем эту комнату, открываем одну комнату на втором. Это будет тысяча. Ну, у нас полчаса. Если будет, если будет три семьи, это будет полторы тысячи сейчас. Ага. Когда будет июль, это будет 100 баксов. Их разбирают сразу. Другие комнаты. Да, прохладненько. Да, если тут, смотрите, посуда вся есть, да? Есть вся посуда, что есть? Плита, газ. Тут на три человека, смотри. Там продаж. Ну, не большая, может выйти реально десять человек. В три комнаты десять человек. Ну, компания на десять человек легко. Да, это ваш туле, только ваш вот этот раз, два, три. На три номера. Вот тут можно сидеть, если везет, тоже, это только ваши. Ну, да. В тех коттеджах, видите, они прохладные. Ну, в тех коттеджах, вот, смотрите. А кондиционера что-то нету, да? Кондиционер есть. Есть? В одной комнате. Ага. На втором этаже кондиционеров нету. Ну, у нас есть, вот, где есть и на втором этаже. Ага. Понимаете? А это стоит дорожные. В каждой комнате телевизора есть классно. А вы там по ценам четко, вот сколько, на сколько дороже? Ну, вот смотрите, вот это будет стоить, делать кондиционер, это будет стоить полторушка. Полторы тысячи? Да. На двоих? Да, на две семьи. А на две семьи? Да. На две семьи? Да. И тут на две семьи будет тысяча. Машина вот стоит. Мангалы. Машина тут лежат. А на море надо как-то обходить? А вот пять минут идти. Вот за урок, за урок, за урок, и пароход, и кляп. Там другие цены. Вот такой вот, на море, вот такой, как я вам говорю, на две комнаты, и своя комната. Ближе к морю, да? Полторушка. Это получается, папа, мама, двое детей. Комнаты проходные. Полторушка на одну семью? Да. И там соседи будут, да? Два раза наружу, да. Соседи, вы видите, не будете. Вот так идет вот забор. Ага. То есть отдельные входы будут. Тут калитка, и там калитка. Машины впереди дома стоят. А. Но ближе к морю, да? Дома идти, блин, ну не знаю, 150 метров. Это в Айоне, это в Айоне лагуны, когда Алина пугалась. Ну, 4 килограмма, отсюда только надо железку к ехать через переезд. А, через переезд, и по той дороге туда проезжать. Сейчас мы вернулись в Заток из Белогорода Местровского, и хотим попасть на Косу. Эта улица ведет прямиком на Косу. Там уже будут заканчиваться дома, всякие строения. Мы просто остановились для того, чтобы купить, поесть. Там пансионат Свитач, здесь какой-то рыночек небольшой. Сейчас купим продуктов. Здесь тоже есть Таврия В. Таврия В в Одесской области повсюду. Это такая сеть супермаркетов. И дальше по той дороге мы доедем, пока можно ехать. Остановимся и пойдем пешком. Остановились прямо напротив ларька с шаурмой. Здесь видно даже цены. Шаурма мини 55 гривен, шаурма XXL 75 гривен, и шаурма ассорти 90 гривен. Что ты балуешься? Я тут рассказываю, почем шаурма, а ты балуешься. А дальше мне цены не очень видны. Там сулугуни в лаваше 65 гривен, сэндвич овощной 50 гривен, картошка фри 45 гривен. Вот такие вот цены сейчас в Затоке, почти на краю Затоки, да? Дианка, а ты что будешь кушать? Макарончики. Молодец, сейчас купим. Приехали и приехали. Место, где кончается асфальт вообще. Я думаю метров сто в данном месте. Но здесь еще что-то строится. Поэтому мы пройдем вперед и поищем место, где никого нету, ничего нету. Сюда мы не стали ехать, такая дорога убитая. Мы вообще подумали, а вдруг мы застрянем здесь. Некоторые машинами доезжают вот сюда и останавливаются. Это запах болота. Дальше начинается песок просто. И здесь уже 100% застрянешь, если поедешь. Разбывается. И вот мы выходим к морю, наконец. Ветер такой продуваемый. Здесь уже просто негде спрятаться. Цивилизация кончилась. И начались дикие пляжи совершенно. Смотрите, какая длинная коса, но очень большие волны. Судя по следам, здесь ездят машины, наверное, полноприводные или трактора. Не знаю, кто здесь гоняет. Друзья, наконец мы выбрались на косу. Уже туда, где кончились все строения. Здесь нет никаких домов. Здесь, правда, бешеный ветер, поэтому я прячась за кустами. Вот последние дома остались там позади, за мной. А впереди здесь сплошная полоска земли. С обоих сторон вода. С этой стороны, наверное, лиман. Не знаю точно, лиман это или море. Как это называется? Ну, вода. Там вода без волн, там тихая вода. И с этой стороны это точно, однозначно, черное море. И здесь сегодня штормит немножко. Смотрите, какие волны. Буйная природа такая, длинная-длинная коса. Но на улице тепло. Несмотря на ветер, мы сейчас будем купаться и смотреть, какое здесь дно. Все равно будем купаться, потому что нам жарко. Стрелфи для Инстаграм. Стрелфи для Инстаграм. Ты кто? Человечащий. Друзья, мы добрались в конечную точку нашего сегодняшнего путешествия. Дальше ездить уже нельзя. Всем желаем хорошего настроения. Приезжайте сюда, если вам понравилось здесь. Это красота. Конечно, сюда добраться сложно. Без машины вообще невозможно. Затока она очень-очень длинная. А коса продолжается еще бог знает куда. Мы даже не знаем, как далеко. Может быть, вы нам расскажете, как далеко, если вы там были. Пишите в комментариях свои отзывы. Все, что знаете про это. И смотрите наше следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok